Есть произведения, где действительно само высказывание не является очевидным. Понятно, что между этими двумя типами могут быть своего рода разные взаимоотношения. Может быть, радикально реалистичное произведение, которое просто фиксирует некую очень похожую на жизнь ситуацию. И есть ситуации, когда реалистическое произведение содержит в себе некие метафоры, аллегории, намеки и насказания, которые можно расшифровывать. В этом смысле, когда мы имеем дело с реалистическим произведением, то нам сложнее выявлять эти смыслы того, что оно говорит. Зато остается огромное количество возможностей поговорить относительно того, что же все это значит. И, собственно говоря, когда занимаются реалистическими произведениями, именно об этом и идет речь. Все, что произошло, мы понимаем, а теперь что же это значит. При этом вот это значение, которое можно противопоставить смыслу сказанного, значение сказанного, значение сказанного очень сильно зависит от контекста, в котором это сказанное было произнесено. И поэтому, например, экранизация чеховской дуэли. Понятно, что когда ее экранизируют, то она звучит уже совершенно в другом контексте, нежели тот контекст, в котором, собственно говоря, это произведение было написано изначально. И поэтому значение происходящего может меняться. И мы можем говорить о тех смыслах, которые возникают благодаря такому переносу из одного контекста в другой. Ну, собственно говоря, вот я, наверное, про какие-то несколько моментов с этим связанных и скажу несколько своих наблюдений относительно этого, я попробую сформулировать. Но прежде чем это сделать, скажу, что экранизацию мы всегда, когда имеем дело с экранизацией произведения, мы пытаемся сравнивать литературное произведение с кинопроизведением, которое по мотивам этого литературного произведения было создано. И, как правило, мы сталкиваемся с тем, что режиссер вносит довольно много изменений, иногда радикальных изменений, переосмысляя литературное произведение. В данном случае фильм поставлен практически в точности по литературному произведению, за исключением, может быть, неких таких флешбеков, потому что у нас все начинается с ночи, когда главный, один из главных героев, Лаевский, находится перед дойлью у Чехова. Это прямое повествование, без воспоминаний. Но в остальном практически все диалоги, все персонажи и так далее, за редким исключением и, может быть, с некоторыми сокращениями, по сути дела, в этой картине приведены. Поэтому, когда мы в данном случае будем анализировать фильм, то непонятно, как отделить анализ фильма от анализа, собственно говоря, чеховской дуэли. Но есть одно очень важное изменение. Это изменение названия. У Чехова поиск называется «Дуэль», а здесь название совсем другое – «Плохой, хороший человек». Название чеховского произведения «Дуэль» любопытно тем, что, и в фильме это тоже мы видим, что дуэль на самом деле является таким анекдотическим, с одной стороны, событием, которое несет в себе черты такой литературной модели, которая уже, в общем, не совсем работает. И случается она вроде бы не по тому поводу, по которому могла бы произойти. Ведь дуэль же здесь назревает еще и другая, правда? То есть нормальная дуэль – это если бы Лаевский вызвал этого капитана, или как там его зовут, да, совратившего его жену на дуэль. Это вроде бы то, что должно было бы стать предметом дуэли. А у нас дуэль случается совершенно по другому поводу, и сам повод, он не очень понятен, и вызов на дуэль не очень понятен. Ну, как бы получается, что своего рода здесь даже не дуэль, а что-то, граничащее с убийством происходит. По сути дела, да, фон Коррен предлагает Лаевскому его убить, ни больше, ни меньше. Поэтому у Чехова само название дуэль указывает на некое смещенное противостояние, то есть противостояние по другому поводу, по необычному поводу. Это необычный повод противостояния, и есть, собственно говоря, то, что заложено у Чехова в названии дуэль. А фильм называется «Плохой хороший человек». Название очень тоже емкое, и оно оставляет нас перед размышлением, что же это, собственно говоря, значит. Это значит, что хороший человек на самом деле плохой. И тогда кто это, хороший человек, который плохой? Это фон Коррен или это Лаевский? Он хороший человек, но на самом деле плохой. А может быть имеется в виду, что это плохой человек, который стал хорошим, плохой был, а стал хорошим. То есть само название тоже имеет в себе вот такую неоднозначность и емкость. Вот этим, собственно говоря, отличается, ну вот главное отличие фильма, как мне кажется, это в посыле, который дается в названии. Ну, а если говорить о, собственно, содержании вот этой реалистической или квазиреалистической истории, то противостояние здесь, оно более-менее тоже понятно, очевидно. То есть мы можем говорить о целом ряде идей, которые выражает фон Коррен. Это и дарвинизм, предположим, да, и нитшианство с его размышлениями, размышлениями нитши о том, кто же, собственно говоря, является слабым и кто является сильным. И критика западной цивилизации, которая оказывается цивилизацией слабых, и необходимость преодоления этой слабости. Здесь может быть и Спенсер, который упоминается, в том числе у Чехова упоминается, правда, Спенсера читает Надежда Федоровна как раз, да, с его таким социальным эволюционизмом. Спенсер как раз говорит о теории естественного отбора в плане формирования социума, в плане формирования общества, в котором сильный должен побеждать слабого. Правда, у Спенсера Спенсер является человеком, который категорически отрицал возможность коммунизма, коммунистической революции и так далее. А с другой стороны, мы в фон Корене, который, кстати, в фильме выглядит совсем не так, как он описан у Чехова, а выглядит он скорее комиссаром. Вы обратили внимание, да, он похож на комиссара в такой даже иногда временами кожаной куртке. Здесь есть элементы марксизма и элементы того, что можно было бы назвать такой трансформацией, переделкой общества, воспитания нового человека. То есть в социалистических идеях это тоже присутствует. Так вот, если мы будем говорить о том контексте, в котором была создана повесть Чехова, то все эти идеи, которые, конечно, отчасти, может быть, и не полностью были Чехову известны, это идеи, собственно говоря, связанные с попыткой найти тот путь социального развития, который, собственно говоря, должно человечество пройти. Да, Лаевский в этом смысле является своего рода помехой. И один из таких путей, довольно жестких, который предлагает фон Коррен, это просто, ну, каторжные работы или уничтожение. Жесткое такое решение вопроса, которое в конце 19-го, начале 20-го века выглядит как утопия. А вот когда мы смотрим этот фильм, это 70-е годы 20-го века. Это уже совсем не утопия. То есть мы вроде бы, может быть, видим ту же самую ситуацию, но мы ее видим совершенно другими глазами. Есть одна очень замечательная и такая, как бы, парадоксальная. Иногда это случается для таких вот больших произведений, с ними часто такое встречается. Ну, например, здесь есть разговор о размягчении мозга. Помните, это муж Надежды Федоровны, который, скорее всего, тоже принадлежит вот к той части людей, которые похожи на Лаевского. Он умирает от размягчения мозга. И доктор замечательно рассказывает, ну, как тебе объяснить? Это просто когда мозг становится мягким. Но дело в том, что само понятие, например, «мягкоголовый» — это понятие, которое мы встречаем в работах Ленина. Когда он говорит о тех людях, которые могут мешать революции, и с этими людьми нужно обращаться жестко, пишет Ленин. С «мягкоголовыми» нужно обращаться жестко. И этот новый контекст, то есть я знаю об этом, потому что я конспектировал какую-то работу Ленина, сейчас не помню ее название, в школе, тоже очень удивился этим «мягкоголовым», с которых нужно просто довольно жестко с ними обращаться. Поэтому эта работа достаточно известная. И, безусловно, режиссер этого фильма, создатель этого фильма, навряд ли могли не знать этого. Таким образом, получается, что при переносе вот этого произведения в контекст другой эпохи, оно начинает звучать совершенно иначе. И, ну, например, есть некоторые фразы, которые как раз в фильм не вошли. А может быть, если бы сегодня кто-то снимал, то мог бы эти фразы оставить. Например, фраза — это разговор фон Коррена с Дьяконом, когда как раз они рассуждают о том, как же вы будете выбирать сильных и слабых и так далее. И он здесь говорит, а вот стоит какому-нибудь старичку, который осенен благодатью, сказать, пролепетать два слова, и все, у вас полетит вверх тормашками. В повести не совсем так. Про старичка там сказано, но там еще сказано, а стоит только Магомету с шашкой прийти, и всей вашей Европе конец. Все полетит вверх тормашками. Я думаю, что если бы эту фразу оставили, сегодня бы она звучала тоже довольно остро. Поэтому вот то, что происходит с этим вроде бы реалистическим повествованием, это как раз смена акцентов, когда мы понимаем, что то, что происходит, как, ну, например, критики XIX века и начала XX века, которые писали о вот этом произведении, что я сказал, XIX, не XIX, а XX, конечно, да, то есть у меня даже выписаны некоторые цитаты из рецензии на дуэль, разные, некоторые восторженные, некоторые, наоборот, критические, но так или иначе они воспринимают перерождение Лаевского как очень позитивное нечто. То есть одни говорят, что мы не верим, что такой человек мог вот стать вдруг добродетельным и так далее, а другие говорят, что мы верим в такую трансформацию, но все говорят о вот этой трансформации. Мы, как зрители фильма и как читатели дуэля, наверное, скорее, видимо, отмечаем, что это не трансформация к морально-нравственному совершенству. Собственно говоря, в самой повести это сказано, да какой же он победитель? То есть это скорее крушение личности, это разложение личности. И тогда понятно, что это читается как воздействие вот такого своего рода террора, даже если этот террор не является террором уничтожающим и не отправляет ни на какие каторжные работи, а только пугает этим или ставит меня перед, в каком-то смысле перед выбором жизни и смерти, то человек или его личность разрушается, и он становится, как говорит здесь, собственно говоря, фон Коррен, таким кивающим болванчиком. И опять же, если в то время, когда Чехов писал это, мы могли бы говорить о возможном развитии подобного рода на уровне социальном, то в 70-м году мы уже можем говорить о том, что произошло при том, что нечто подобное реализовалось не как фантазия, не как мечта, не как идея какого-то довольно безумного, подчеркнувшего из разных философских источников в свою доктрину человека, а как, в общем, некая социальная программа, которая приводит в том числе к определенным результатам. Вот это то, что, собственно говоря, мне кажется важным в этом фильме, и, как я уже несколько раз сказал, еще раз подчеркну, это, собственно говоря, смещение оптики, когда мы его видим в 70-е годы 20-го века, то воспринимается вся эта история несколько, возможно, иначе, нежели то, как, собственно говоря, задумывал ее Чехов, и то, о чем он писал, как о противопоставлении вот этих двух форм жизни, один из них якобы лишний человек, мы помним целую плеяду этих лишних людей в русской литературе, этот Лаевский, он как бы мимикрирует под этого лишнего человека, и фон Коррен, который тоже повторяет многих персонажей русской литературы, но оказывается гораздо более радикальным, человеком, который готов к уничтожению, вот это их противостояние, оно в исторической перспективе оказывается звучащим иначе, нежели то, как это предполагал Чехов. Я не стану сейчас останавливаться на тоже двух любопытных фигурах, это Диакон и Доктор, которые как бы оттеняют вот это противостояние, так же, как и на образе Надежды Федоровны, который здесь чуть подсокращен в фильме как по сравнению с повестью, там есть ее диалоги с вот этой женщиной, которая говорит, наконец-то вы как все. Мне кажется, что, в общем, достаточно того, что я сказал, с моей стороны, по крайней мере, и теперь я с удовольствием передаю слово Всеволоду Коршу. Очень важные слова сказал Ури про контекст, очень важно понимать, в каком контексте фильм был создан, и этот контекст с начала 70-х очень хорошо отзывается в событиях повести Чехова. Здесь вообще парадоксально, конечно, это вот такая очень незаметная на первый взгляд работа по переделке, перелицовке повести в сценарии фильма, потому что вроде бы все на месте, да? Но если вот мы посмотрим на структуру драматического фильма, мы увидим два очень важных, две очень важные подвижки. Во-первых, у Чехова линейное повествование. Здесь оно не линейное, здесь оно усложено этими флешбеками, воспоминаниями. У нас вроде как последняя ночь перед дуэлью, и дальше идут воспоминания одного, другого, и так далее. Вот, мы входим, собственно говоря, в это вот рефлексирующее сознание Лаевского, это вот его размышления перед дуэлью. Это первое. Второе, и оно связано с первым, кто главный фильм? Я думаю, что если сейчас мы откроем дискуссию, мы ее не закроем до утра. Формально вроде как Лаевский протагонист. Фон Корон вроде как формальный антагонист. Однако мы понимаем, что здесь в эту схему совсем не вписывается, в эту простую надежда. Фон Корону как антагонисту довольно много внимания уделено, и здесь такую хитрость применяет Хейфиц. Вообще эти вот нелинейные структуры, это очень тогда... Вот там слово «модный» не хочется говорить, актуальная штука. Европейское кино, американское кино очень активно с этим работает. И это позволяет Хейфицу сделать очень такие тонкие, мне кажется, штуки. Давайте поставим схему теперь. Здесь очень важно понять, что происходит со структурой фильма. Мой любимый нарратолог Жирард Жанет вводит понятие «фокализация», говоря о том, что есть фокализация нулевая, внутренняя, внешняя. Здесь очень важно, что нулевая фокализация в чеховском рассказе, то есть повести, она становится внутренней в фильме. У нас с вами есть фокальный персонаж Лаевский, мы его в самом начале видим. И, казалось бы, все это воспоминания Лаевского. Но если мы внимательно посмотрим на структуру фильма, мы увидим, что это совсем не так. Вот здесь у меня обозначены здесь такие стрелочки, да, с кем мы входим в эти вот воспоминания и с кем мы выходим. Да, первое воспоминание – это, помните, пляж, разговор с доктором Самойленко. Мы вышли, то есть вошли с Лаевским и вышли с ним. А дальше странная штука. Лежит больная Надя. И вроде как мы зацепляемся за ее фразу. Там до конца непонятно, чьи это воспоминания, чья это фокализация, кто у нас фокальный здесь персонаж, Надя или Лаевский. Если это Лаевский, то все проще. Если предположить, что это Надя, то она дальше, мы как бы ее глазами, может быть, смотрим на этот приезд. А дальше очень странная, парадоксальная вещь. Помните, прошло два года, и они обедают. И она пьет это чертово молоко. И мы слышим, как неприятно вот это урчит у нее там все в животе. Понятно, что это уже взгляд не Нади, взгляд Лаевского. Вот такая у них уже звериная, у него, по крайней мере, такое звериное уже отношение к ней. Так же она ему осочертела, что все очень понятно, это раздражает все. Каждый буль-бульк раздражает. Дальше вообще забавно, что мы с Лаевским выходим из воспоминаний, и дальше с Надей входим. Одно и то же событие мы можем смотреть с двумя разных точек зрения. Допустим, это пикник. Входим мы на пикник с Надей. Дальше, вообще очень интересно, без всякого шва это переходит на точку зрения фон Коррена. Это как бы он нам рассказывает, ну или его глазами мы видим пикник, а дальше выскакиваем уже глазами Нади. Ну и так далее. То есть получается размывание главного героя. У нас есть три фокальных персонажа. Каждый тянет одеяло на себя. Здесь нет одного такого прямо вот четко сфокусированного персонажа. Да, все равно в центре остается Лаевский. Да, все равно фон Коррен немножко в тени. И тем не менее, это намеренное размывание персонажа главного, который работает, на мой взгляд, на главную идею фильма, отраженную в названии его, плохой, хороший человек. Мне кажется, главным ключом может в нашем разговоре об этом фильме послужить психологическая концепция полярностей. Этот термин, теория полярности, полярности вел очень знаменитый психолог Фридс Перлз основоположный гиджитальтерапии. И если очень коротко об этом говорить, полярность это один из модусов нашего восприятия. Мы с вами воспринимаем мир через полярности. Добро-зло, плохой-хороший, темное-белое, ну и так далее. А потом мы синтезируем. То есть первая операция аналитическая, мы дробим на эти полярности спектра, потом мы синтезируем, уже видим оттенки и видим уже некую зрелую целостную фигуру. Вот здесь в этом смысле можно сказать, что перед нами не два персонажа, Лаевский, фон Коррен, а один персонаж. Просто раздробленный на две полярности. Потому что, конечно же, это, на мой взгляд, отражение друг друга. Это вообще одно и то же фактически сознание. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну, эта формула придумана не Перлзом, в русской литературе она отражена еще, извините, в Евгении Онегине, как лед и пламень, да, такие разные. Это застряно, вот это различие. Они действительно очень разные, да, бездельник и работающий, болтливый и молчаливый, значит, слабый, ну, или как бы безвольный, как бы валящий, сильный и так далее. Они по всем параметрам будут прямо противоположны. Не знающий, как ему жить и твердознающий, что ему делать и как жить и так далее. Вот. И мы видим, как очень хитро Хейфиц их сближает. Задолго до сцены их примирения в финале. У нас есть кульминационная сцена дуэли. Не очень забыл, но тем не менее все-таки до примирения есть сцена дуэли и я могу найти цитату, даже не буду тратить время на цитату. Там вообще очень интересно, как критика к этому относится, очень интересные рецензии, фильм был принят очень тепло критикой. Так вот, речь идет о том, что в этой сцене дуэли, они как бы переворачиваются. Железный фон Коррен вдруг не может, значит, там попасть в карман, потому что у него трясутся руки. Он становится болтливым, какая-то пустая речь вырывается из его уст. Он вообще превращается как бы в Лаевского, каким мы его видели все время до. А Лаевский стал твердым, четко понимающим, что ему нужно делать, твердо совершенно постреляет в воздух, и он как бы превращается в условного фон Коррена. Это намеренно сделан, на мой взгляд, Хейфицем, потому что он показывает не так уж большая разница, не так уж и велика разница между двумя этими полярностями. Они где-то должны сойтись. Это очень важно, потому что вообще в полярностях, в теории полярности, которая в кино очень часто применяется, мы видим фигуру сближения. Мы видим фигуру сближения, и один полюс как бы отдает излишек другому полюсу и как бы забирает то, что ему не достает у этого самого альтернативного полюса. Мы тоже это видим. Лаевский становится почти деловым человеком, значит, занимается делом, перестает, значит, разглагольствовать, а фон Коррен вроде бы, если мы посмотрим на эту последнюю сцену, вроде бы учится у Лаевского некой мягкости, некой рефлексивности, некому пониманию того, что это все однозначно и так далее. То есть, некое сближение этих характеров есть. Это важно. Самое парадоксальное в том, и мне очень нравятся эти строки из одной из рецензии на фильм, которая вышла тогда в 1974 году, что дуэль здесь не внешняя, а дуэль здесь внутренняя. По сути, каждый видит. Сейчас я объясню. Здесь я проскочил еще очень важное звено, юнгианское звено. Если мы с точки зрения юнга посмотрим на это, то мы назовем, наверное, мы должны вспомнить такую категорию, как архетип тени. Что такое тень? Это отвергаемая часть души. То, каким я никогда не хочу стать, никаким не стану, каким боюсь стать. Это то самое мое отражение, которого я боюсь. И с точки зрения юнга, Лаевский является тенью фон Корона, а фон Корон тенью Лаевского. И отсюда такая лютая ненависть друг к другу, особенно со стороны фон Корона. Он ненавидит не внешний объект, скорее всего, а внутренний. Вот эту самую слабость, безвольность, апатию, велеречивость, инфантизм, истерию в самом себе, которое в нем есть. Чувствуя это, он люто обрушивает свой гнев на внешний объект. И то же самое с Лаевским. В этом смысле дуэль про обоих, и здесь действительно нет главного героя одного. Этот путь проходит каждый из них. И это внутреннее дуэль психологическая, дуэль с самим собой. Это очень важно. В этом смысле, казалось бы, далеко ушел, и зря поменял название Хейфиц. А на самом деле название, мне кажется, хорошее, и он только подчеркивает эту фигуру, которую выстроил в фильме. Плохой, хороший человек. Действительно запутанное название, можно как угодно его интерпретировать. Сам Хейфиц говорил о том, что, и я с ним согласен, что каждый из этих двоих, да вообще из всех персонажей повести основных, он и плохой, и хороший. То есть, по сути, я считываю это заглавие по формуле плохой плюс хороший человек. Нет плохих людей, нет хороших людей, нет черного и белого. Это фигура синтеза. Плохой, хороший, а между ними еще градиент. Да, между черного и белого миллионы оттенков серого. Вот примерно про это фильм. и действительно вроде бы складывается фигура целостности. Но еще очень интересный парадокс фильма это его финал. Финал, который формально хэппи-энд, все хорошо, и примирились, и работать, 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 начали. Как хорошо. Но я думаю, что от вас не ускользнуло, да, это потерянные выражения каждого из них, Илаевского, и Фон Корна, да, это ощущение какой-то ловушки, в которой они оказались, этого поражения. Кстати, у хэппи-эндса был один кадр, который это более четко иллюстрировал, и он вырезал этот кадр, ну, потому что, я не знаю, как это лучше сказать, ну, давайте обойдем этот момент. Просто ему посоветовали этот кадр вырезать, может быть, чуть позже я скажу, кто именно это сделал, потому что это важно, кто посоветовал. Кадр был такой. Вот эта сцена свадьбы, они выходят из церкви, садятся в карету, и Бритюгова говорит, ну, теперь у вас будет как у всех. И улицу переходит такое понурое стадо овец. И дальше все идет то, что мы видели. И, значит, человек, который, это классик советского кино, который советует вырезать это, хейфицу, единственное замечание по фильму, единственное, это слишком в лоб. Слишком в лоб, да, извините, Эйзенштейн уже делал эту метафору. Рабочие, значит, животные, рабочих режут в финале стачки, и, значит, быка там режут на скотобойне, это слишком такая, ну, уже за всю историю кино, такая, слишком внятная, слишком прозрачная, слишком такая лобовая уже метафора. Чаплин это использует в огнях большого города, когда, извините, в новых временах, когда поднимаются из-за метро, рабочие идут к проходной и вдруг немотивированно показывает стадо овец. Рабочие подоблены овцам. То же самое и здесь. Это ловушка мещанства, работа, 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 это прекрасная идея, которая оказалась, как все, оказалась мещанством, оказалась какой-то постылой жизнью, да, это постылый брак, и Надя тоже не выглядит счастливой, я думаю, что вы со мной согласитесь в финале этой картины. Вот они в своей ловушке, и тоже важно, что они на берегу, а вот фон Корен уплывает далеко-далеко, они остаются, а он уплывает, что особенно щемящим делает этот финал. Но если вдуматься, то фон Корен тоже в ловушке, маленькая лодочка, которая может перевернуться, может довезти, может не довезти, а главное, куда он едет-то? Куда он едет? Казалось бы, он через энное количество месяцев вернется сюда, потом поедет туда, потом сюда. Это какое-то такое странное движение без цели, ложное движение, имитация движения в некотором роде, если хотите. То есть движение, которое лишь формально имеет некую цель, декларирует некую цель, но мы не понимаем, какая это цель. И оба они в этих своих ловушках застряли. Это очень интересно, что, казалось бы, по Перлзу, по Юнгу мы должны выдохнуть. Фигура целостности сложилась, но почему-то никому из этих персонажей, и нам в том числе, нерадостно от этого. И на самом-то деле это очень важно, что действия происходят в 90-е годы 19-го века, действия повести и фильма, и по Чехову никакого облегчения эту фигуру целостности не может принести никому, потому что это безвремени, это время, в котором ничего невозможно, время апатии, и не случайно, что эта картина делается в 73-м году и выходит на экраны в самый разгар длинных 70-х, самый разгар застоя. Длинные 70-е, это, как известно, период, который мы отсчитываем от разгрома прожеской весны до самой перестройки. Почти два десятилетия тут эти длинные 70-е, вот, очень тяжелое время, когда, в общем, тоже никакая целостность не приносит облегчения. Очень важно, что выбрал актеров Хейфис, абсолютно не попадающих в типажи повести. Прав совершенно Ури, Вон Корен у Чехова это шкаф, он громадный, он прямо вот силища. Когда Хейфис увидел впервые Высоцкого, он был удивлен рассогласованием между мощным голосом Высоцкого, он уже слышал это, естественно, и щуплой маленькой фигурой. И решил, а пусть будет так. Высоцкий говорит, да, мне нравится, что фон Корен такой, щуплый и маленький, потому что в нем я постараюсь сыграть комплекс Наполеона, человека с маленьким ростом, который хочет казаться большим. И ведь Даль в общем младше фактически Чеховского, Лаевского, потому что по возрасту примерно одно и то же, но у Чехова это уже человек, ему 27, если я правильно помню, это уже в общем серьезный, солидный возраст. Даль играет гораздо более молодого в социальном отношении человека. То, что выбрал Хевиц Дали и Высоцкого, это не просто так. И здесь я хочу вам процитировать слова одного из критиков. Мне очень нравятся эти слова. Кстати, маленькая хитрость, не знаю, заметили вы или нет, художники по костюмам так скроили костюм Даля, что его брюки очень похожи на современные джинсы. И это вообще такая большая ловушка с исторической, музейной точки зрения. Смотреть на экранизацию, как правило, всегда костюмы лавируют между представлениями реальными костюмами того времени и, собственно, современными костюмами, чтобы сделать близким зрителю эту историю. Так вот, один из критиков пишет следующий. Герои в трактовке режиссера и в исполнении Даля и Высоцкого ничем не напоминают типичных чеховских интеллигентов-осьмидесятников. Режиссер имеет в виду 19 века. Режиссер, видимо, не случайно избрал актеров, чья творческая индивидуальность воплощает существенные черты современной общественной психологии, внешность героев, манера поведения, система жизненных отношений. Все не из 19 века, все современно. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что Даль и Высоцкий воплощают два хрестоматийных уже сегодня типа героя кино 70-х годов и вообще искусства 70-х. Один из них это тот, кто еще недавно в эпоху оттепели был с горящим взором, такой герой Прометей, готовый горы сворачивать, а теперь его глаз потух. Его эти подвиги никому не нужны. Уставший, запутавшийся, вот бегущий на своем осеннем марафоне, да, или скрючившийся как героя Янковского в фильме «Полеты во сне и наяву», пытаясь в этой эмбриональной позе защититься от этой пустоты вокруг. Вот такой герой уставший, издерганный, измученный. Это, конечно, воплощает Даль. И новый тип героя это герой активный, циничный, прагматичный, знающий, что нужно, эффективность, это главное слово для него, это вообще такая мировая тенденция. А в нашем кино, например, один из первых таких героев появляется в фильме задолго, еще до, ну, то есть накануне, точнее, длинных 70-х, это «Июльский дождь Хуцы», 1967 год, это Белябский сыграл такого персонажа. Очень много женских персонажей такого типа в нашем кино. Кира Муратова, в общем, почти такого персонажа играет в коротких встречах. Вера Алентова, такого персонажа играет в «Времени желаний», отголоски этого персонажа есть в фильме «Москва», ее исполнение, я имею в виду. То есть, это такой, вот еще второй тип, и Высоцкий играет этого типа, этот тип персонажа. Можно процитировать дальше этого критика. В кинематографическом Лаевском и фон Короне угадываются два типа современной общественной личности, пожалуй, в равной степени типичных и отнюдь неоднозначных. Действительно, разве не знаком нам поздний инфантилизм Лаевского, почти инстинктивное стремление уйти от ответа, от обязанностей, почти физическая неспособность к труду, душевная несостоятельность, красноречивый поток самооправданий, в котором так трудно отделить горькую правду от бессознательной лжи. Что же касается фон Корона, то совсем нетрудно отыскать точки соприкосновения делового человека 80-х годов прошлого столетия с деловым героем наших дней. И вот дальше здесь расходятся критики, потому что, конечно, более-менее очевидно, что симпатии Хейфица на стороне кого? А вот не очевидно для вас, да? Ну, вот писали в основном, что, конечно, на стороне Лаевского. фон Корон, он практически... Вот интересно, что эти тоталитарные все интонации, конечно, считывались, но приписывались нацизму и фашизму, да, европейскому. Конечно же, про большой террор речи не было, хотя, конечно же, они есть, эти интонации, безусловно, и для Хейфица важные, для человека, который стартовал в кино 30-х годов, собственно говоря, да? Вот эти вот тоталитарные такие нотки, конечно же, они выталкивали вообще из эмпатии к Корону, да, из симпатии к Корону всех критиков. Но сам Хейфиц, если мы вспомним его дневники, какие-то интервью, он говорил о том, что никто из них не хороший, не плохой, и они сделаны намеренно так, что в чем-то симпатичны, в чем-то антипатичны, в чем-то раздражают, в чем-то удивляют нас. В этом смысле, на мой взгляд, Хейфиц не на чьей стороне. он говорит о том, что парадоксально то, что эти персонажи смогли посмотреть друг на друга, как в зеркало самого себя, что-то узнать в самом себе. Но время так устроено, что и тот, и другой характер не нужен. И другой характер, он понимает свою ограниченность, свою некую бессмысленность в это время. Это вот прагматизм, который, опять же, имеет никакую ложную цель и никуда не ведет. И это разочарование отепельного героя, которое все больше и больше выталкивает его на обочину общественной жизни. И в этом смысле очень зарифмовываются 90-е годы XIX века, чеховский период и 70-е годы Хейфица, уже патриарха советского кино. Это его третий фильм по Чехову, такой уже классик экранизации Чехова. И уже пора сказать имя человека, который потребовал, ну, попросил, конечно, а не потребовал вырезать сцену с опциями. Это был Григорий Михайлович Козинцев. Классик советского кино, еще больший классик, и классик экранизаций. И в этом смысле Козинцев нам важен в нашем разговоре сегодня потому что Козинцев очень смело обращался с экранизациями. Мы всегда любим ворчать, что вот, экранизация далеко ушла от исходного текста, а есть ли граница у интерпретации? Да сколько же можно там, да, рядить персонажей в другие одежды, при, значит, переписывать им возраст, или отнимать годы, джинсики делать, как бы, значит, соединять с брюками XIX века. Так вот, Козинцев говорил очень правильную фразу, мне кажется, очень точный вообще подход к экранизации. Хочешь, лучший способ вообще сделать экранизацию какого-то автора, это поспорить с ним. Поспорить с ним. В этом смысле Хейфец довольно радикально уходит от чеховского нарратива, от чеховской истории для того, чтобы, может быть, даже здесь и нет прямо такого спора, но он уходит для того, чтобы обнаружить смыслы, гораздо более важные для Хейфеца, смыслы 1973 года. Вот, чтобы это было про сегодня, и, как мы знаем, лучшие исторические фильмы, фантастические фильмы, лучшие экранизации, они не про то время, когда происходит здесь, а не про здесь и сейчас. Вот, в этом смысле это очень точный фильм про 1973-1974 годы, который очень точно схватил вот этот нерв времени, эти два основных характера, и мне он очень дорог. К сожалению, он вытеснен другими картинами того же Хейфеца, и в этом смысле он не является такой вот эмблемой. В этом же году чуть позже выйдет «Зеркало Тарковского», которое будет эмблемой 70-х, не менее важная, значимая, и такая болючая, колючая картина, может быть, даже в болеешей степени, и тем не менее фильм не заоценен, немножко, конечно, обидно, что он подзабыт сегодня. мне спасибо большое, что мы его вытащили на свет Божий. Спасибо, Афин, Афин. Как всегда, слово вам, ваши вопросы, реплики, замечания, если есть. Нет? Никто не хочет высказаться? Куда будем прощаться? До следующего четверга. А в следующий четверг мы смотрим еще один фильм с Владимиром Высоцким «Интервенция». Совсем забытая. Спасибо.